Потому как все устали, а главное, мы же из одного круга, в общем-то, и интересы у нас одни и те же, и поэтому блистать там друг перед другом вроде даже и не надо. Все друг друга понимают, слава Богу. Но, тем не менее, конечно, все-таки какой итог наших сегодняшних разговоров? Наверное, самое главное заключается в том, что мы живем в эру перемен. И она началась совсем недавно, буквально три года назад для всех нас. И никто из нас пока не может похвастаться знанием абсолютно всего. Мы только вошли в это все. Но что наши пациенты, в принципе, сегодня могут иметь? Ведь вот болезнь называется неизлечимой, если поздно диагностировалась, и, как я вот вначале говорил, мы этот процесс не контролируем. То есть нам что попало в руки, то мы ее уже и держим. То есть это такой фрукт меланомы, который созревает и падает тогда, когда созрела. А надо ставить лестницу к дереву, залезать на него и листочки искать, из которых могут потом зрелости эти выпадать. Но вот если человек, если пациент, заболевший меланомой, имел до недавнего времени всего лишь 5%, чтобы быть вылеченным с помощью химиотерапии, любой случайной химиотерапии, не обязательно декабазин или же полихимиотерапии, он имел 5%. Это не много, но это устойчивая цифра, которая везде у всех повторяется. Поэтому это не казуистика, что химиотерапия работает. Что сегодня имеет этот пациент? Если все опции сложить, вот если бы мы все могли ему дать, что он может получить, тогда бы 5% он бы получил от химиотерапии, 10% он бы получил от таргетных препаратов, я имею в виду, это, я считаю, проценты полного излечения. 5 плюс 10 – это 15. Дальше дам 10% от иммунотерапии, я имею в виду, пока что от эпилемумаба, это уже будет 25. От антипеди еще можно дать 15, 15, это 25 плюс 15 – 40, да? Вот если все опции сегодня использовал бы наш потенциал, мы это имели, то почти 50% пациентов с диссиминированной меланомой могли получить полное излечение. Но это, в общем-то, шикарный результат на самом деле, да? Почему у нас нету этого впечатления? Ну, потому что у нас нету этого постоянно в руках. Мы то одно имеем, другое кончилось. И так постоянно. Мы не живем в стабильности, которой нам не хватает. И учитывая то обстоятельство, что сегодня медицина становится все меньше государственной заботы и больше, как получится, надо просто-напросто, понимая это, понимая это, с горечью сказать, что это не мы виноваты, но если мы подумаем, как это исправить, может быть, с помощью наших вот наших связей, да, и каких-то наших рекомендаций в те или иные профессиональные сообщества, это в конечном итоге притекает в Минздравы и в службы, организующие нашу деятельность. То есть, может быть, это что-то как-то изменит, потому что получается парадоксальная ситуация. Медицина реально пошла вперед, а мы организационно не можем это выполнить для себя. И у нас есть единственное только то, что мы можем делать, это мы все пойдем в раннюю диагностику. Мы искореним меланому, метастатическую, за счет ранней диагностики. Вот пока мы это имеем, но в любом случае, вот на сегодняшний день, заседая здесь целый день, мы уходим отсюда, понимая, что сегодня мы не беспомощны до той степени, как были всегда, когда касалось какой-либо онкологической проблемы, и тем более такой не сдвигаемой, как лечение меланомы. Сегодня очень много можно сделать, поэтому мое мнение такое, что мы сегодня провели очень активно этот день, и, в общем-то, делая эти выводы, должны понимать, что мы сами от этого как бы возвышаться начинаем, и, конечно, хочется, чтобы это принесло пользу всем, кто работает, неважно в каком месте, но работает с пациентами, которые лечились, или же только начинают свой путь в этом вопросе, потому что ваши знания помогут более точно скоррегировать путь этого пациента, а путь этого пациента очень тяжелый, не дай бог, как говорится, Георгий Иванович, вам слово, Светлана Анатольевна. Ну что, дорогие коллеги, наша конференция подошла к концу, и в первую очередь, конечно, нужно поблагодарить наших докладчиков, которые сделали сегодня блистательные содержательные доклады, поработали, и конференция нам кажется, что удалась. Особую благодарность Льву Вадимовичу, сотрудникам, что вы поддержали нас, приехали, и что мы работаем с вами в Венесон, и думаем, что эта работа у нас будет продолжена, и думаем, что мы что-то сможем сдвинуть в нашей стране, хотя бы, хотя бы, ну, в таких, сначала в больших городах, а потом уже и на периферии, извините за такое слово. Особая благодарность, конечно, фирмам, которые нас поддержали, и Bristol Myers, и Roche, без них мы, конечно, многие вещи не смогли бы сделать, и большая благодарность всем тем, кто остался в этом зале, досидел до конца, выслушали, подискутировали с нами. Я думаю, что у каждого останутся вопросы, которые еще будем прорабатывать в своей голове, будем обсуждать, и есть предмет для разговора, и мы готовы, открыты для дискуссии, поэтому надеемся на дальнейшее сотрудничество, на дальнейшее продолжение такого сотрудничества. Поэтому спасибо всем и организаторам, тоже обеспечивающиеся сегодняшние, хоть и с перерывами не всегда хорошо, нашего мониторинга, обеспечения технической службы. Удачных выходных, и надеемся, кто приехал к нам из другого города, вас сегодня наш Петербург, прекрасный город, приветствует такой хорошей погоды, улыбается, и мы желаем хорошего вечера и хороших выходных. Спасибо всем. Я хочу еще пару слов сказать. Естественно, спасибо всем, что пришли и выдержали такой напряженный день, но я хочу продолжить слова Льва Вадимовича, что мы вооружены знаниями и можем, и умеем, и я действительно почувствовал, Льва Вадимовича, что у меня что-то в районе лопаток чешется, а вот светится ли здесь что-нибудь, я не знаю. Всем спасибо. Спасибо.